Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» информационная программа «7 минут». Сегодня у нас в гостях молодой ученый Иван Зацарин, руководитель научной лаборатории эволюционной экологии РГУ. Не мог запомнить целиком вашу должность, поэтому пришлось подглядывать. Но вы у нас представляете не только РГУ, но и некое объединение ученых. Давайте о нем поговорим, как это точно называется. Союз молодых ученых, объединение. Что это такое? Расскажите. В нашем регионе, как и во многих других регионах, существует такая организация молодых ученых, которая называется Совет. А, Совет. В настоящее время в Рязанской области он называется Совет молодых ученых и специалистов Рязанской области. И это совещательный орган при руководителе нашей области, при губернаторе. То есть, некий такой ученый совет при... Ну, я бы не сказал, что это ученый совет, потому что у ученого совета совсем другие функции. Я бы сказал по-другому, что это коллектив, где представлены молодые люди, которые занимаются наукой, которые, в свою очередь, представляют все высшие учебные заведения нашего региона и научно-исследовательские учреждения, которые работают на нашей территории, на территории нашей области. Ну, вот, смотрите, если я попрошу вас рассказать о функциях совет, то, наверное, это будет немножко отвлеченно, долго и научно. А я вот так скажу. А как вы можете, например, может ли, вернее, Совет молодых ученых, позитивно повлиять на принятие решений, например, властью? Он для того и создан был, чтобы помогать руководству региона, руководителям организаций, в которых работают молодые ученые, коллективно принимать какие-то решения, которые направлены на развитие науки и поддержку науки в целом и молодых ученых, как людей, которые только становятся на путь, скажем так, как профессиональной ориентации в области научного знания. Этот совет был образован в 2008 году, и за истекший период он достиг довольно больших результатов. Основная его функция заключается в том, чтобы помочь ученым, с одной стороны, в решении каких-то их проблем, которые связаны, могут быть, как социально-экономическими вещами, касаются молодых ученых. С другой стороны, это проблемы научного характера, проблемы взаимодействия, потому что не всегда бывает так, что люди, которые занимаются, например, физикой и биологией, знают друг друга, или люди, которые занимаются экологией и математикой, знают друг друга. А иногда и зачастую, как показывает мировой опыт, именно на стыках разных наук, абсолютно разных, которые друг с другом не пересекаются, бывают очень интересные открытия. И для того, чтобы отчасти объединить этих людей, с другой стороны, понять, что этим людям нужно, что их заботят, какие перед ними стоят проблемы, не только научного плана, но и социального плана, для того, чтобы развивать направление, которое представлено в нашем регионе, в общем-то и создан этот совет. И опыт показывает, что работа совета очень помогает руководству нашего региона и руководителям организаций принимать решения, касательные не только данной конкретной категории, скажем так, граждан, но и в целом планировать работу в регионе для того, чтобы технологии были более наукоемкими, развивались какие-то новые направления, абсолютно новые. И для того, чтобы в целом те наработки, которые делают молодые люди, они внедрялись в регион и приносили пользу государству и жителям нашего региона. А вот какие-нибудь конкретные примеры вы можете привести? Если слишком уж научные какие-то вещи внедрялись, то, может быть, так, чтобы понятно было. Или все-таки это широкий спектр? Конкретные вещи. То есть, конкретных примеров может быть очень много, потому что благодаря совету и его работе, которая производилась, сформировались, например, ряд исследовательских групп разных, которые состоят из исследователей, например, промышленных предприятий и академической среды. Из, скажем так, ученых, представляющих разные сферы. Потом очень интересен опыт совета. Это первый опыт в нашей стране такой был на уровне нашего совета. Мы выступили с идеей организации конкурса «Молодые ученые года». Первый конкурс состоялся в 2009 году. Носит этот конкурс имя нашего земляка Ивана Петровича Павлова, академика. И ежегодно он присуждается. Вот в этом году премии за 2012 год вручал губернатор Олег Иванович Ковалев. Естественно, награждение проходит в здании правительства Рязанской области. И данному конкурсу, скажем так, придается большое значение, большой вес. В чем его основная суть? Ну, во-первых, мы понимаем, кто в разных направлениях. Там много направлений в конкурсах, кто в разных направлениях конкурса участвует. И тем самым мы понимаем, какие люди занимаются какими проблемами в нашем регионе. Второй момент заключается в том, что мы можем оперативно выявить людей, которые занимаются чем-то очень новаторским. И поддержать их на стадии их становления. То есть, вы говорите, что ученым-то виднее, да, вот они видят. И следующий момент, который я бы хотел отметить, это то, что это определенный, скажем так, кадровый потенциал нашей области, который выявляется на вот такой конкурсной основе. Тем самым идеи, которые продвигают эти люди, могут быть оперативно внедрены в жизнь нашу, использоваться. А вот вы, если можно, я еще раз посмотрю, руководитель научной лаборатории эволюционной экологии. Вот сейчас, почему я привяжусь немножко к этому, к слову экология, потому что эколог сейчас звучит у нас в обществе, но даже не столько, как ученые, какое-то там определение, направление человека, которым занимается, какая-то гражданская позиция. Ну, у нас в обществе сформировалось интересное отношение к понятию экологии вообще. У нас, например, с точки зрения науки и вообще практики неправильно употребляют очень часто это слово. Да, 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 да. Потому что, когда говорят, что у нас плохая экология, ну, у нас ведь нет плохой математики, плохой физики. Экология – это наука, вот, сразу нет. Плохого, там, русского языка и так далее. То есть, экология – это наука. Люди, которые проявляют свою гражданскую позицию в области, скажем так, охраны окружающей среды, в области сохранения природных ресурсов, которые есть в том месте, в котором они живут, в целом в нашей стране и на планете Земля, я считаю, что, ну, они молодцы. Потому что именно гражданская позиция, как показывает практика в различных сферах, там, волонтерство не обязательно связано с экологией, помощь любая. И, соответственно, когда у человека формируется определенное самосознание, что ли, и ответственное отношение к тому, что его окружает, это помогает всем. Ну что ж, большое вам спасибо. Желаю вам успеха и вам лично, и вашему совету, и всем молодым ученым, потому что очень радостно, что вот эта наука, тем более молодая наука, молодые ученые, они не в загоне, как иногда пытаются показать наши коллеги, некоторые, ну, чего не скажешь ради красного словца или черного словца, как говорится. Но это уже дела прессы. Большое спасибо, я напомню, у нас в гостях был Иван Зацарин, руководитель научной лаборатории эволюционной экологии Брязанского государственного университета. Всегда вас ждем, мы всегда говорим так нашим гостям, и действительно всегда ждем, так что... Спасибо. Добро пожаловать всегда. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город 7 минут». До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!